Джек Лондон. Когда боги смеются. Да, сон богов нас победил. Им служит время. Им под ноги мы стелимся, как дымкодил для них моленья и тревоги. На то они и боги. Наконец Каркинос расслабился. Он скользнул взором по дребезжащим окнам, глянул вверх на бревенчатую крышу и на мгновение прислушался к дикому завыванию юго-восточного ветра, словно схватившего наше бунгало в свою пасть. Затем он приподнял стакан и, глядя сквозь золотистое вино на огонь камина, весело засмеялся. — Оно великолепно! Оно слаще сладкого! Это вино, созданное для женщин, для уст святителей в серых ризах. — Мы возделываем виноград для него на наших холмах, — отвечал я с вполне простительной для калифорнийца гордостью. — Вы вчера проезжали как раз мимо тех виноградников, где он произрастает. Не так-то легко было заставить Каркиноса расслабиться. Ведь он не станет самим собой, пока не почувствует, как ласковая теплота виноградной струи поет в его жилах. Правда, он был художником. Художником всегда и во всем. Но как-то так выходило, что в трезвости вдохновение покидало его, и он мог стать смертельно скучным, как английское воскресенье. Правда, не совсем таким, как другие скучные люди, но все же скучным по сравнению с тем бойким, малым, каким бывал Каркинос, став самим собой. Однако из всего этого не следует заключать, будто Каркинос, мой дорогой друг и товарищ, был дураком. Вовсе нет. Он очень редко заблуждался. Как сказано, он был художником. Он знал свою меру, а мерой ему служила душевная равновесие. То равновесие, которое свойственно нам с вами, когда мы трезвы. В природе его было нечто эллинское, и все же он был весьма далек от Эллина. «Я ацтек, я инка, я испанец», — говаривал он мне. В самом деле его смоглая кожа и асимметричные резкие черты лица напоминали об этих таинственных и древних племенах. Глаза его под массивными арками бровей были широко расставлены и варварски черны. А на них постоянно свисала большая прядь черных волос, сквозь которую он глядел на мир, точно плутоватый сатир сквозь чащу кустов. Он постоянно носил мягкую фланелевую рубашку, бархатную куртку и красный галстук. Последний заменял красное знамя. Каркинис в Париже водился с социалистами и символизировал кровь и братство людей. И никто не видел на его голове ничего, кроме сомбреро с кожаной лентой. Поговаривали даже, будто он так и родился в этом странном головном уборе. Я-то знаю, какое забавное зрелище представляла это мексиканское сомбреро в Кебе на Пикадилли или в толпе на остановке городской железной дороги Нью-Йорка. Как сказано, Каркинос оживлялся от вина, как глина от дыхания жизни, по его собственному выражению. Я должен сказать, что с Богом он состоял в кощунственно-задушевных отношениях, и тем не менее кощунства в нем не было. Он всегда был честен, но весь полный парадоксов. Зачастую груб, как дикарь, порой нежен, как девушка, или вкратчив, как испанец. Итак, разве он не был ацтеком, инкой, испанцем? Теперь я должен извиниться за то, что уделил ему так много места. Он мой друг, и я его люблю. Он подвинулся поближе к огню и улыбнулся, глядя на него сквозь стакан с вином. А дом сотрясался от порывов ветра. Каркинос бросил на меня взгляд, и по блеску его глаз я убедился, что он в своей тарелке. — Итак, вы думаете, что обыграли богов? — спросил он. — Почему же богов? — Разве не они заставили людей познать пресыщение? — Откуда же во мне желание избежать пресыщения? С торжеством в голосе поинтересовался я. — Опять-таки от богов! — рассмеялся он. — Мы играем в их игру. — Они сдают, они же тасуют. И загребают ставки. Не думайте, что, убежав из сумасшедших городов, вы ускользнули от богов. Вы с вашими холмами, одетыми в виноградники, с вашими восходами и закатами, с вашим домашним столом и простым обиходом. Я наблюдал за вами с самого своего приезда. Вы не выиграли игру. Вы сдались. Вы вошли в соглашение с неприятелем. Вы сознались в своем утомлении. Вы выбросили белый флаг усталости. Вы вывесили извещение о банкротстве ваших жизненных сил. Вы убежали от жизни. Вы сплутовали. И весьма некрасиво. Вы забастовали, не кончив игры. Вы отказались играть. Вы бросили карты на стол и улизнулись сюда, чтобы укрыться среди своих холмов. Он убрал с олба густые волосы, скрывавшие его сверкающие глаза, и на мгновение прервал речь, чтобы свернуть длинную коричневую мексиканскую папиросу. Но боги это знают. Это старый приемчик. Каждое поколение людей прибегало к нему, и все проигрывали. Боги знают, как расправляться с такими, как вы. Стремиться к чему-нибудь значит обладать. А обладать значит присытиться. И вот вы, по мудрости своей, отказались от всякого стремления. Вы предпочли успокоиться. Ладно. Вы присытитесь этим самым покоем. Вы говорите, что избежали присыщения. Нет. Вы только променяли его на старческую слабость. А старческая слабость есть лишь другое название того же присыщения. Она маска присыщения. Такс. Но поглядите на меня, вскричал я. Каркинис был настоящим демоном, умеющим вытянуть из кого-нибудь душу и разорвать ее в клочья. Он смерил меня с ног до головы убийственным взглядом. Нет никаких внешних признаков старости, бодрился я. Упадок настигнет вас внезапно, возразил он. Вы уже перезрели и скоро начнете гнить. Я рассмеялся и простил этого задиру, но он от прощения отказался. Разве я не знаю, — сказал он, — боги всегда выигрывают. Я следил за некоторыми людьми, которые год за годом как будто выигрывали, а под конец все-таки продувались в пух и прах. Не ошибались ли вы иногда? — спросил я. Прежде чем ответить, он задумчиво выпустил несколько колец дыма. Да, однажды меня чуть-чуть не одурачили. Хотите, я вам расскажу. Был тут такой Марвин Фиск, вы его верно помните, с лицом Данте и душой поэта. Все распевал гимны плоти, истинный жрец любви. И была такая Этель Бейрт, которую вы, по всей вероятности, тоже помните. Святая женщина, — сказал я, — вот именно. Святая, как любовь. Нет, даже нежнее любви. Поистине женщина, созданная для любви, и все же, как бы это сказать, насквозь пропитанная святостью, как ваш здешний воздух пропитан ароматом цветов. Так вот, они поженились, сыграли партию с богами и выиграли. Блестяще выиграли, — прервал я его. Каркинос поглядел на меня с жалостью, и голос его прозвучал, как погребальный звон. — Они проиграли. Они проиграли все. — Но люди думают иначе, — промолвил я холодно. — Люди строят догадки. Люди видят только лицевую сторону вещей. А я... Я знаю. Приходило вам когда-нибудь в голову спросить себя? Почему она постриглась в монахини? Почему похоронила себя в этой скорбной обители живых мертвецов? Потому что она сильно его любила, а когда он умер, я осекся, увидев усмешку Каркиноса. Ответ стандартный, — проговорил он, — как на фабрике отштампованной. Мне не общество. Что знает об этом общество? Она, как и вы, бежала от жизни. Она была разбита. Она выбросила белый флаг усталости, и ни один осажденный город никогда еще не выбрасывал этот флаг с такой горечью и со столькими слезами. Теперь я расскажу вам все, а вы должны мне поверить, ибо я все это знаю. Марвин Фиск и Этель размышляли о проблеме пресыщения. Они любили любовь. Они знали цену любви с точностью до одного фартинга. Они любили ее так крепко, что хотели сохранить ее навеки в своих сердцах, навеки, живой и горячей. Они приветствовали ее появление и боялись ее ухода. Они думали, любовь есть желание, сладостная мука. Она вечно ищет удовлетворение и, найдя его, умирает. Нет, любовь отвергнутая — это любовь живая. Любовь вознагражденная — мертвая любовь. Следите ли вы за моей мыслью? Они знали, что жизнь по самой природе своей не может жаждать того, чем она уже обладает. Есть и оставаться голодным — этой задачи не разрешил еще ни один человек. Это проблема присыщения. Обладать и в то же время непрестанно оттачивать острое лезвие голода до степени наивысшего томления. Вот в чем была их задача, ибо они любили любовь. Часто обсуждали они этот вопрос, и сладостные огоньки любви вспыхивали в их глазах. Ее алая кровь заливала их шеей, ее голос звенел в их голосах, то дрожа у них в горле неслышным тремоло, то звуча невыразимой нежностью лишь ей одной ведомой. Вы спросите, откуда мне все это известно? Многое я видел. Еще больше узнал из ее дневника. Вот какую цитату из Фионы Маклауда нашел я в нем. Истинно говорю вам, что этот прерывистый голос, сумеречный шепот, расистое сладкое дыхание, этот огненно-крылый кефарет, что предстает перед людьми лишь на мгновение в мерцании радуги радости и во внезапной вспышке молнии страсти. Та изысканная тайна, что зовется Эросом, является лишь немногим восторженным ясновидцем и не с той песней на устах, которую слышат все, не с веселыми скрипками публичной музыки, а со звуками, рожденными экстазом, с немым красноречием желаний. Как удержать огненно-крылого кефарета с немым красноречием желаний? Остановить его — значит потерять его. Их любовь друг к другу была великой любовью. Их житницы ломились от изобилия, и все же они хотели сохранить в целости острое лезвие любовного голода. Притом они не были неоперившимися худосочными птенцами, разводящими теории на пороге любви. Это были сильные, сложившиеся души. Им уже доводилось испытывать любовь и раньше, и тогда они душили любовь ласками и убивали ее поцелуями, и погребали ее в могиле присыщения. Ни он, ни она не были холодными призраками. Это были человеческие существа с горячей кровью, без капли саксонской трезвости. Их кровь была окрашена румянцем заката, которым они пламенели. В их темпераменте была французская радость плоти. Они были идеалистами, но идеализм их был гальский. Он не разбавлялся прохладной и темной жидкостью, которая служит кровью англичанам. В них не было ни тени стаицизма. Они были американцами, потомками англичан, и все же не знали обуздывающего английского самоанализа. Они были такими, как я сказал, созданными для радости. Но у них появилась некая идея, черт побери все идеи. Они вели игру по всем правилам логики, и логика их была такова. Но прежде позвольте мне рассказать вам о разговоре, который произошел у нас однажды вечером. Речь шла о мадмуазель де Мопен, Теофиле Готье. Помните ли вы эту героиню? Она поцеловала мужчину один раз, только один раз в жизни, и больше не хотела поцелуев. Не то чтобы поцелуи показались ей не сладкими, но она боялась, что часто целуясь, она присытится ими. Опять присыщение? Она вздумала играть с богами, не ставя ничего на карту. А это противоречит правилам игры, установленным самими богами. Только правила эти не вывешены над столом. Смертные должны усваивать их во время самой игры. Итак, вернемся к логике. Марвин Фиск и Этель Бейрт рассуждали так. А зачем вообще нужен этот один поцелуй? Если поцеловаться только один раз, мудрость, но не мудрее ли будет вовсе не целоваться? Так они сумеют поддерживать вечную жизнь любви. Воздержание навсегда привьет ее к их сердцам. Быть может, осуществляя это святотатственное решение, они действовали под влиянием наследственности. Порода всегда сказывается и часто самым фантастическим образом. Вот и в их душах проклятая кровь Альбиона может быть взрастила расчетливого развратника и холодно-рассудительную кокетку. Этого я не могу знать. Но одно я знаю. Они отказались от наслаждения из-за чрезмерной любви к наслаждению. Он говорил, я потом прочел это в одном из его писем к ней, сжимать тебя в объятиях крепко и все же не крепко, тосковать по тебе и никогда тобой не обладать, и тем не менее обладать тобой вечно. А она ты всегда должен быть для меня недосягаем. Всегда настигать тебя и никогда не настигнуть, и так жить вечно, будучи свежим и новым срумянцем юности на щеках. Они выражали это не так. Из моих уст их любовная философия выходит в искаженном виде, да и кто я такой, чтобы копаться в их душах? Я лягушка на мокром краю великого мрака, выпученными глазами глядящая на тайну и с изумлением созерцающая их пламенные души. И они были правы до известной степени. Всякая вещь хороша, пока мы ею не обладаем. Пресыщение и обладание это кони смерти, запряженные парой. А время учит только сохранять в зале привычки тепленькую страсть. Они прочитали это у Альфреда Остина в сонете под названием «Мудрость любви». Это все тот же единственный поцелуй Мадлены до Мопен. Как это там сказано «Целуй, прощай». Вот в чем благая часть, да лучше смерть, чем с неба на земь пасть, чем мощь свою на слабость променять. Но они были мудры, они не хотели целоваться и расстаться. Они хотели вовсе обойтись без поцелуев и мечтали взобраться на высочайшую вершину любви. Они поженились. Вы в то время были в Англии. Такого брака еще никогда не было. Они хранили свою тайну от всех. Я тогда еще ничего не знал. Огонь их порывов не остывал. Любовь их сияла все усиливавшимся светом. Это было нечто бесподобное. Проходило время, месяцы, годы, а огненно-крылый кифарет становился все лучезарней. Все изумлялись. Они прослыли сказочными любовниками и многие им завидовали. Иногда женщины жалели ее, потому что она была бездетной. В такой форме выражается завистью этих созданий. А я не знал их секрет. Я думал и изумлялся. Сначала я все ожидал, как кажется подсознательно, что любовь их пройдет. Затем я убедился, что проходит время, а любовь остается. Тогда во мне проснулось любопытство. В чем был их секрет? Что это за магические цепи, которыми они привязали к себе любовь? Чем удерживают они капризную фею? Уж не выпилили они эликсир вечной любви, как когда-то Тристана и Зольда? И чья рука смешала для них волшебное зелье? Как сказано, я был любопытен, я наблюдал за ними. Они любили безумно. Жизнь их была нескончаемым пиршеством любви. Они окружали ее церемониалом, они упивались искусством поэзии любви. Нет, они не были невропатами, они были нормальными и здоровыми людьми, художниками по натуре, но они совершили невозможное, они создали бессмертное желание. А я часто созерцал их и неприходящее чудо их любви. Я недоумевал и удивлялся. И вот однажды Каркинос резко оборвал свой рассказ и спросил, читали ли вы когда-нибудь время ожидания любви? Я покачал головой. Это написал Пейдж, кажется, так. Куртис Хидден Пейдж. Вот эти-то стишки и дали мне ключ к разгадке. Однажды на стуле у окна возле большого рояля, вы помните, как она умела играть? Она иногда смеялась и спрашивала, прихожу ли я ради них или ради музыки. Она называла меня музыкальным психопатом, а однажды назвала звуковым кутилой. Какой у нее был голос! Когда она пела, я начинал верить в бессмертие. Мое почтение к богам принимало оттенок покровительства, и я принимался измышлять пути и способы, какими я мог бы безошибочно перехитрить их со всеми их уловками. Они представляли зрелище, достойное богов. Эти двое супругов, годы, прожившие в браке и все еще поющие любовные песни, девственно свежие, как сама новорожденная любовь, эти супруги, полные такого зрелого, богатого и горячего чувства, о котором молодые влюбленные не имеют понятия. Молодые влюбленные были бледны и малокровны по сравнению с этой давно повенчанной парой. Стоило поглядеть на них, когда они, воплощенные пламя и нежность, в трепетном отдалении друг от друга непрестанно расточали ласки взглядом и голосом, в то время как любовь толкала их друг к другу. Они противились, как порхающие мотыльки. Один для другого, зажженная свеча, один облетает другого в безумном вихре, кружась по орбите, казалось, будто, подчиняясь какому-то великому закону природы, более мощному и тонкому, чем тяготение. Они должны были физически слиться и растаять друг в друге тут же на моих глазах. Неудивительно, что их звали сказочными любовниками. И так я недоумевал. Теперь вернемся к разгадке. Однажды на стуле у окна я обнаружил книгу стихов. Она раскрылась сама на времени ожидания любви, очевидно, много раз читанном. Страницы были измяты, их слишком часто переворачивали. И вот я прочитал. Какая сладость в отдалении быть, друг друга знать и весь восторг касаний нежных сохранить в душе. О, не сейчас! Храни, храни любовь, завернутая в покров священных тайн. Какие нам грядущие несет, но не сейчас, с годами, не сейчас! О, дай любви немного возрасти, она расцветшая может умереть. Питай ее мечтой о поцелуи, пусть в отречении дремлет краткий миг. О, только миг! О, только краткий миг! Я заложил страницу пальцем и долго сидел молчаливо и неподвижно. Я был потрясен ясностью видения, которое вызвали во мне эти стихи. это было просветление, это был точно луч молнии в темной яме. Они хотели удержать любовь, летучий призрак, предтечу юной жизни, юной жизни, требующей рождения. Я мысленно пробежал строки стихов, но не сейчас, с годами, не сейчас. Питай ее мечтой о поцелуе, пусть в отречении дремлет. И я громко расхохотался, я увидел в светлом видении их непорочные души. Они были детьми, они не понимали, они играли с огнем природы и клали между собою на ложе обнаженный меч. Они смеялись над богами, они хотели остановить подрывную работу космоса, они изобрели систему и с нею подошли к горному столу жизни в надежде на выигрыш. «Берегитесь», вскричал я, «позади стола стоят боги, они выдумывают новые правила, всякий раз, когда изобретается новая система, у вас нет шансов выиграть». Но на самом я им этого не крикнул. Я ждал. Я думал, они осознают негодность своей системы и бросят ее. Они удовлетворятся долей счастья, отпущены им богами и не будут стремиться к большему. Я наблюдал. Я ничего не говорил. Месяцы все приходили и уходили, а лезвие их любовного голода все оттачивалось. Никогда не притупляли они его объятиями. Они правили и точили его на оселке самоотречения, и оно становилось все острее и острее. Это продолжалось до тех пор, пока даже я не усомнился. Неужели боги спят? Изумлялся я. Или они умерли? Я высмеивал самого себя. Эти двое совершили чудо. Они перехитрили богов. Они посрамили плоть и очернили лик доброй матери земли. Они играли с ее огнем и не обожглись. Они сами были богами, познали добро и зло и не вкушали ни от того, ни от другого. Не этим ли путем возникли боги? спрашивал я себя. Я лягушка, говорил я себе. Если бы мои веки не были залеплены тиной, я был бы ослеплен сиянием чуда, которому стал свидетелем. Я обохвалился своим знанием людей и осмелился судить о богах. И все же, даже в этой последней своей мудрости я ошибался. Они не были богами. Они были мужчины и женщины, горстками праха, вздыхающими и трепещущими, насквозь пронизанными желаниями и подверженными странным слабостям, которых не знают боги. Каркинос прервал рассказ, чтобы свернуть новую папироску и резко рассмеялся. Это был неприятный смех. Он напоминал хохот дьявола и прозвучал гром черева непогоды, который глухим гулом доносился извне до наших ушей. — Я лягушка, — повторил он, как бы извиняясь. — Как могли они это понимать? Они были художниками, а не биологами. Они знали глину своей мастерской, но не знали той глины, из которой сами сделаны. Но одно я должен сказать. Они вели крупную игру. никогда еще такой игры не было и, думается, никогда не будет. Никогда экстаз влюбленных не доходил до такой степени. Они не убили любовь поцелуями. Они оживили ее отречением. Отречением они довели ее до того, что она готова была разорваться от желания. А огненно крылый кефарет обвивал их своими теплыми крыльями, доводя их до экстаза. Это был настоящий экстаз любви. И тянулся он днями и неделями, не уменьшаясь, а только разгораясь. Они тосковали и томились в муках, в сладостной упоительной агонии, какой не переживали влюбленные ни до, ни после них. И вот однажды сонные боги перестали кивать головами. Они посмотрели на мужчину и женщину, которые подняли их на смех. И как-то утром мужчина и женщина поглядели друг другу в очи и поняли, что что-то ушло. Ушел тот с огненными крылами. Он выпорхнул ночью неслышно из их отшельнической кельи. Они поглядели друг другу в очи и поняли, что им все равно. Желание умерло. Понимаете, умерло желание, а они ни разу не поцеловались, ни разу. Любовь ушла. Они больше не будут ни пламенеть, ни томиться, им не осталось ничего, не будет ни дрожи, ни порхания, ни сладостных мук, не будет ни трепета, ни звуков, ни песен. Желание умерло. Оно умерло за одну ночь на ложе холодном и не не уютном, а они и не заметили его ухода. Они сразу прочитали это друг у друга в глазах. Боги, может быть, и недобры, но нередко сострадательны. Они бросили маленький костяной шарик и сгребли ставки со стола. Остались только мужчина и женщина, глядящие друг другу в холодные глаза. Тогда он умер. В этом проявилось сострадание богов. Через неделю Марвин Фиск был мертв. Вы, вероятно, помните несчастный случай, а в ее дневнике в записях, сделанных в те дни, я прочитал спустя много времени стихи Митчелла Кеннерли. Ни часу не прошло, чтоб мы могли лапзать и не лапзали. «О, какая ирония!» воскликнул я. А Каркинос, освещенный пламенем камина, настоящий мефистофель бархатной куртки, пронизывал меня своими черными глазами. «И вы говорите, они выиграли! Мнение общества!» «Я рассказал вам то, что я знаю. Они выиграли так же, как выигрываете вы, сидя здесь среди своих холмов. А вы, спросил я с горячностью, вы, с вашим буйством чувств, живущие в безумных городах и в еще более безумных страстях, считаете вы, что вы игрываете?» Он медленно покачал головой. «То, что вы со своим размеренным букалическим образом жизни обречены на проигрыш, еще не значит, что я должен выиграть. Мы никогда не выигрываем. Иногда нам кажется, что выигрываем, но это лишь шутка богов».